13.05 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит Азиз Агаев, руководитель компании «Бизнес-информа». Здравствуйте. Добрый день. Очень рада вас видеть. Я вначале напомню, как можно связаться с нами и задать вопросы нашему гостю. Во-первых, есть сайт hakirov.ru и раздел «Анонсы». Там можно задавать вопросы. Сегодня у наших слушателей к вам вопросов нет. Можно писать мне в твиттер по ходу программы и читаем самое интересное и озвучиваем. Итак, Азиз Альевич, давайте начнем с моей любимой темы. Это праймерис «Единой России». Следите ли вы за ними? Ну, чтобы прямо вот так сильно следить, от этого ничего не зависит, по большому счету, что за этим следить. Ну, конечно, я отслеживаю, скажем так, для понимания, что происходит. Так что пристально нет, пристально не слежу. Так, и что же происходит? Ну, я думаю, что «Единая Россия» нашла один из способов рекламирования себя в предвыборной кампании в преддверии выборов сентябрьских, чтобы уже, начиная с этого периода, показать, что именно «Единая Россия» больше всех заботится и думает, заботится о народе и думает о будущем. А вот вы знаете, у меня есть ощущение по информационному фону, по наполненностью вот такими околополитическими событиями, такое ощущение, что вот выборы через неделю будут. Причем настоящие выборы. Да нет, у них-то, наверное, там борьба-то идет уже, кто попадет в списки, кто куда, там все-таки количество мест ограничено. Каждый хочет как бы, ну, те, кто хочет в Государственную Думу, хотят близко к этой классной кормушке и способу лоббирования поближе, так сказать. Ну, вот я так думаю. Те, кто в ОЗС, значит, наверное, думают о какой-то своей будущей карьере и о возможности, там, может быть, чуточку там из областного бюджета что-то получить, будучи там председателем комитета. Ну, и, может быть, потом какие-то другие шаги карьерные сделать, статус получить. Вы знаете, вот статус корочки, она в последнее время стала очень популярным среди многих людей. Статус депутата ОЗС? Конечно, корочка депутата ОЗС. И что они дают? И скрывает, так вот. Что они дают? Ну, человек, наверное, о себе начинает думать, что он, вот, почти что слуга народа, вот, он служит. Популярным стало словосочетание «Государственный человек». Вот, то есть, ну, короче, вот, такую попытку себя изобразить, как чуть ли не спасителя. Каждый, каждый на каком-то уровне считает себя спасителем нации, развивателем нации. Как там был грузинский-то царь-строитель, я уже забыл, как его. Каждый из себя строит вот такого царя-строителя, так сказать, на своем месте. А как Вы считаете, широкие народные массы понимают разницу между праймерис и выборами? Нет. Вот 22 мая люди куда пойдут? На праймерис или на выбор? А пойдут 22 мая люди. А пойдут? Ну, я думаю, что нет. Ну, в смысле, что такое? Ну, часть, какая-то часть, небольшая, значит, с предприятий, может быть, где вот эти вот участвующие в праймерис, там, руководители органов государственной власти, где руководители идут, значит, участвуют в этом праймерис. Но, наверное, постараются заставить, чтобы придать этому какую-то, так сказать, популярность. Праймерис – это не наше, ну, вообще, не в наших традициях. Это внедрение новой традиции, это фактически управленческое нововведение. И те, кто это делает, должны знать теорию нововведения, должны понимать, как сделать любое нововведение популярным, и чтобы это нововведение прижилось. Ну, некоторые эксперты говорят, что праймерис – это обычная предвыборная технология, чтобы еще раз побольше поговорить о своих кандидатах и напомнить населению, что вот мы такие есть. Ну, это само собой. Я просто с точки зрения, что это новый способ, которого у нас не было, это не наш традиционный способ, не российский, да, то есть мы можем говорить о праймерисах в Соединенных Штатах, я не знаю, где еще. Мы больше всего знаем, что праймерисы проходят в Соединенных Штатах, вот, а для нас-то, ну, что такое праймерис? Вот, если они хотели реально там, например, пообсуждать ситуацию, да, ну, нужно было с политическими противниками, значит, дебаты устраивать. Так, подождите, есть дебаты. Дебаты есть в праймерис. В праймерис. Ну, это не политические противники, да, то, ну, что смеяться, какие дебаты внутри Единой России, внутри этого списка, когда практически каждый по рангам уже пронумерован, и тот, кто ниже рангом, никогда тому, кто выше рангом, ну, как бы, не скажет. Ну, скажем, на сегодняшние депутаты от Единой России, там, областного законодательного собрания, да, вот, с моей точки зрения, должны просто все уйти и больше не участвовать ни в каком праймерисе, не избираться. Потому что ситуация в области, это в том числе и по большей части их заслуга. То есть ситуация... Или антизаслуга. Ну, или, да. Ой, про заслуги Единой России, как говоришь. Да, потому что там отсутствие внятной стратегии, там, развития экономики области, да, отсутствие, значит, внятной стратегии пополнения областного бюджета, там. Это ведь можно, конечно, я обычно выступаю и говорю, там, ну, стрелы, там, кидаю в сторону правительства, но в одном я с Никитой Белых солидарен в том, что это совместная ответственность, в том числе и законодательное собрание Кировской области, которая, значит, типа сторонним наблюдателем сделалась, да, во всех этих процессах, периодически там пиар-ходы какие-то делают, а реально-то, вот, в развитии области реально-то не участвуют. А если Вы называете ОЗС сторонним наблюдателем, то тогда зачем туда люди рвутся, если они все равно же не решат? Ну, я же Вам говорю, вот это ОЗС, это вот, смотрите, есть люди, которые были в городской думе. Сегодня они заявились в праймерис, в областное законодательное собрание. Они так видят свою политическую и будущую карьеру. Ну, скажите, ну, Вы бы не захотели стать депутатом Государственной Думы? Подождите, подождите. Государственная Дума с четырехтысячным окладом, значит, ежемесячно, при этом особо ничего делать не надо, можно через раз приходить на заседание Государственной Думы, в это время отдать свою, там, карточку или голос, там, товарищу, который Вас заменяет, а сами в это время можете заниматься чем угодно. Охотой, садоводством, там, значит, ездить, отдыхать куда-нибудь в Сочи, патриотизм или в Крыму показывать, там, и так далее. Что, ну, хорошо, Вы, нет, потому что Вам эта совесть не позволяет. Видимо, Вы совесть часто используете. А есть масса людей, которые свою совесть не используют. Понимаете? И вот, вот, смотрите, вот в Городской Думе какая у них заслуга? У них заслуга то, что, значит, в том числе с помощью принятых нормативных актов городских, там, малый бизнес гнобится. Например, тот бизнес, который создает рабочие места и который создает, там, в том числе доходы для трудящихся и доходы бюджета. Теперь они хотят, я про единую Россию, понимаете, потому что они везде составляют, большинство. Теперь они хотят законодательное собрание. Вот, посмотрите этот список. И по этому списку Вы видите, что часть депутатов Городской Думы, значит, вот, хочет законодательное собрание. А потом они, может быть, видят себя в Государственной Думе. А может быть, значит, если они себя будут хорошо вести, как положено, и голосовать, как положено, может быть, они займут посты в исполнительных органах власти. А может быть, какие-нибудь, так как они сами, по большому счету, в бизнесу правильному не сильно способны, займут посты в каких-нибудь муниципальных или областных учреждениях или предприятиях. Понимаете? Азий Салевич, вот Вы сказали, что заметили в списках много депутатов Гордумы, а вообще в списках ВЗС, в Госдуму много ли Вы увидели новых лиц? Ну, есть, но немного. Вы считаете их реальными кандидатами или техническими, чтобы были? Да, я некоторых считаю, ну, мне трудно за всех говорить, это надо очень серьезно, как бы, сесть и поизучать, и намерения, и, там, послужной список, там, и так далее. Но то, что я увидел, я вижу, что большинство это просто показать, что вот массово люди участвуют, ну, вот в этих, хотят. А Вы ходили на дебаты? Нет, не ходил, а какой смысл-то? То есть я, если, смотрите. Смотрю. Если, ведь вопрос звучит такой, что если Вы не ходили, то чего Вы тут рассуждаете? Так, я для себя этот вопрос, как бы, ставлю, да, и, наверное, многие люди мне об этом могут сказать. Смотрите, если я вижу, что исторически, то есть за тот период, где законодательное собрание области, или, там, городская дума, где большинство составляет Единая Россия, внятно не обозначили свою стратегию, или я вижу, что масса вещей, касающихся горожан, значит, принимаются решения, в том числе депутатами, без учета, значит, мнения, мнения горожан, то чего ходить-то на дебаты? Что, послушать очередные обещания? Посмотреть в глаза этим людям? Да. Я им каждый день практически смотрю глаза, потому что, понимаете, Вы когда сказали, есть ли там новые лица, мы с этими людьми каждый день общаемся. Когда ты с ними лично общаешься, они вроде все нормальные, все хорошо понимают и все хорошо говорят. Ну, как только они вместе собираются в Думе или законодательном собрании, но эти люди как будто становятся другими, как будто они теряют совесть, да, как будто теряют любовь к родине, к своим близким, уважение к соседям, партнерам по бизнесу, что-то с ними происходит, да, и вот странная вещь происходит. Может быть, там, может быть, пригласить там священников и, значит, осветить эти помещения, я уже не знаю, как бы, потому что люди начинают принимать решения не за, а против области и против интересов жителей области. Азиз Алиевич, нам, к сожалению, сейчас нужно прерваться на короткую рекламу. Я напомню, что это особое мнение Азиза Агаева, руководителя компании «Бизнес-информ». Сейчас мы уйдем ненадолго и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. На 101.фм продолжается особое мнение Азиза Агаева, руководителя аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ». Азиз Алиевич, давайте продолжим про «Единую Россию». Вот, вы знаете, перед эфиром попала мне в руки такая прекрасная книжечка, на которой написано «Отчет Кировского регионального отделения партии «Единая Россия» 2011-2015». Вот в начале здесь обращение Владимира Васильевича Олега Дырьяновича, но самое интересное начинается дальше. Самое интересное начинается, когда мы узнаем, что, например, оказывается, «Геоинформационный кластер Геокиров» – это заслуга «Единой России». «Биофармацевтический кластер Вятка Биополис» – это тоже заслуга «Единой России». Вот Валерия Трула удивится, когда это узнает. Листаем дальше. Ага, вот, «Российское село». Первое место в Приволжском округе по продуктивности дойного стада – это заслуга «Единой России». Далее. Третье место в ПФО по темпам ввода жилья, видимо, это тоже заслуга «Единой России». 24 новых детских сада построено в Кировской области. Это отчет партии. Строительство «ФОК». Ледовый дворец «Дымка» построила, оказывается, «Единая Россия», точно так же, как и «Быстрецу», и дворец «Единоборств», и биатлонный комплекс «Перекопе», и «Олимп-арену». Ну, они, может, договорились с нашей уважаемой Светланой Медведевой, ручки поцеловали там по спортивным, там, всяким, и она разрешила им записать свой список как бы «ФОК» и все другое. Так тут, понимаете, ручки, видимо, пришлось много кому целовать. Смотрите, мы, может быть, не знаем, оказывается, может быть, они все после заседания, особенно депутаты «Единой России», раз это брошюрка, они все, может быть, ездят в колхозы и доят коров. Вы ведь не знаете, почему вы вот так вот, с такой иронией, ну, неправильно это, вот, мы ведь не знаем. Давайте спросим Алексея Михайловича, значит, наверное, они ездят, доят, мы же их руки не проверяли, может, они все в трещинах у них от того, что они ходят, доят коров. И, кстати, мы ведь не знаем, может быть, они все работают во вторую смену в строительных организациях кладчиками, значит, каменщиками. Что, не может этого быть? Нет, почему это так? Вот, Азиз Альич, вы шутите, а мне плакать хочется. Ну, что вы, ну, а потом, может быть, Валерий Николаевич уже, как бы, может быть, он на виду был, а тайно-то, может быть, все это дело двигали все-таки члены «Единой России». Биокиров-то. Надо тоже спросить у Валера Николаевича. Ну, послушайте, тогда получается, что, простите меня, те дороги, по которым мы ездим, это тоже заслуга «Единой России». Смотрите, это ведь не первый год, вот для чего мы удивляемся. Я перед прошлыми выборами, значит, мы говорили об этом, меня немножечко это возмущало, но частично мы посмеивались, потому что, ну, иногда смех спасает, как бы, человека от огорчения, так сказать, да, когда они говорили, что вот мы построили садики. Все, я прошу, все должны знать, что все, что строится, строится на бюджетные деньги. Бюджет формирует не члены «Единой России». Члены «Единой России», скорее всего, свои доходы складывают в свои карманы, с моей точки зрения, и стараются поменьше налогов платить. А бюджеты формируем мы с вами из своих заработных, да. Поэтому, значит, вот это вот вранье, вот с моей точки зрения, которое в этой брошюрке распространяется, значит, это вранье, это фактически оскорбление всем жителям города и области, это нанесение оскорблений «Единой России», потому что они берут, значит, заслуги жителей города и области и присваивают себе. Это все работающие люди, кто платит НДФЛ, единые налоги в городской бюджет, в муниципальные бюджеты и в областной бюджет, да, это заслуги этих людей. Но никак не «Единой России». Поэтому всем нужно знать, что это способ преподнесения информации, которая вообще в ложном свете, понимаете? То есть это конкретный обман избирателей, обман граждан. Поэтому, ну что я могу в этой ситуации сказать, что вот вы говорите, вот видите, люди не останавливаются ни перед чем для того, чтобы попасть, значит, на эти выборные должности. Очень сладко там, понимаете? Особенно вот некоторым депутатам Государственного Думы, которые за все это время настолько ухудшили наши условия жизни, настолько тяжелое положение бизнес поставили. Вот я могу говорить с точки зрения бизнеса, да, настолько, причем как законами, так и нормативными актами там ведомств, настолько в тяжелое положение поставили, что, ну, невероятно тяжелое. Причем уже даже руководители крупных предприятий говорят об этих проблемах. И вот это все заслуга, считаю, что вот депутатов и партии, депутатов от «Единой России» и партии конкретно, потому что все это делалось с их ведома, с их руками, их голосами. — Азиз Альич, вот давайте про еще одну больную тему. Это, опять же, дороги. Всем понятно, что в этом году дороги в каком-то совершенно ужасном состоянии. Очень многие люди говорят, что каждый год у нас дороги сходят вместе со снегом, но такого кошмара, как в этом году, никто давно не помнит. — Нет, каждый год сходил снег, а в этом году сошли дороги. — Ну, в этом году они как-то совершенно колоссально сошли. Вот скажите мне, пожалуйста, в сентябре нас всех ждут выборы, на которых, ну, я так предполагаю, что в партийном списке будет участвовать и Владимир Васильевич Быков, глава города. Вот «Единая Россия» с такими дорогами никогда не соберет массовой поддержки. — Ну, смотрите, они политтехнологии уже включили. Значит, многие люди смотрят телевизор, как бы первый, второй канал. Вы сами же видите, что там показывают. То есть иногда то, что показывают, для думающего человека даже стыдно. Значит, там, я, например, я считаю, что труд инспекции Кировской области, например, и прокуратуре Кировской области, если посмотреть, что было на Сахалине по выплате заработной платы, каждые, вот эти ведомства у нас должны медаль получать. Потому что допустить на территории Кировской области того, что было на Сахалине, но и на всю Россию это транслировать, это вообще позор для всей страны. А некоторые люди, в том числе президент, хочет из этого сделать, там, для себя, например, пиар, да? У нас, например, такое произойти, вот, с учетом тех лиц, которые занимаются этим, я считаю, что невозможно, да? Поэтому, когда вы говорите, что они не пройдут, ну, или, там, у них будут... Нет, я не говорю, что они не пройдут, я говорю, что им будет крайне тяжело получить поддержку. Они изобразят это по-другому, они найдут врагов, они скажут природные катаклизмы какие-нибудь, ну, скажут, что снег был специально, значит, там, опрыскан чем-то, чтобы вместе с дорогой там сошел, там, условно говоря. А то, что они не умеют управлять системно, компетентно, потому что именно Единая Россия у нас в большинстве находится, именно большинство губернаторов, там, за Единую Россию, ну, и так далее, и так далее. То есть, о чем тут говорить-то? Либо, может быть, тогда они Владимира Васильевича первым в списке не поставят, потому что за него никто не пойдет голосовать, из тех, простите меня, кто по дорогам ездит. Ну, вот, 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 кто его знает? Может быть, поставят? Может быть, поставят? Или, может быть, все дороги отремонтируют к осени? Вопрос, конечно, где деньги возьмут, потому что те деньги, которые нам выделили, там, 220, по-моему, миллионов, там, да, на области, это очень немного для той ситуации, которую мы имеем сегодня на территории области. Вот, ситуация еще семь лет назад была лучше, когда, там, миллиард выделялось, там, из федерального бюджета, там, в том числе с помощью тех людей, которые тогда возглавляли дорожные, там, комитеты и так далее, да? Вот, а, ну, я думаю, что нет, на эти деньги нельзя сделать, разве только, я даже не знаю, что должно произойти. Что должно произойти? Что должно произойти? Смотрите, за этот короткий период мы производство, как бы, ВВП, там, не увеличим. Рост промышленного производства у нас колоссальным не будет. Соответственно, налоговая база будет оставаться такой, какой она есть, она не будет. За короткое время очень сложно ее увеличить. Конечно, можно дальше выжимать, как сегодня выжимают налоговую службу вместе с правоохранительным органом. То есть, правоохранительные органы у нас заняты сегодня вместе с налоговой службой выжиманием с бизнеса, значит, последних копеек, да? Может быть, вот, еще больше выжимут там, но это тоже не будет кратно. А это означает, что источника для вот такого крутого поворота, коренного поворота нет. Нет. Такой источник, значит, зарабатывается, устанавливается годами кропотливой работой в сфере экономики, предпринимательского климата, в бизнесе и в долгосрочной перспективе. То есть, ну, я не знаю, что они сделают. То есть, ну, остается единственный вопрос. Розовые очки. То есть, оболванивание избирателя, с учетом того, что очень многие готовность проявляют быть оболваненными, ну, значит, будут вешать розовые очки на избирателя. Ну, мы ведь часто такое видим. Вот вы вначале сказали про поиск врагов, да? И про то, что, видимо, что-то в снег добавляли, что в этом году в дороге у нас... А что вы не верите в это? Значит, вы не патриот. Я хотела вас не об этом спросить. Я хотела вас спросить, а в чьем же лице найдут врага, по вашему мнению? Врага можно найти всегда. Значит, и внутри страны, и за пределами всегда можно найти. Если за все это время, пока развивается страна, значит, до сих пор понимание бизнеса остается на уровне, что это вот люди, которые не за страну, а каждый за себя, и готовы там сжульничать, обмануть там и так далее. Потому что я вижу, что в госорганах именно такое понимание бизнеса сегодня главенствует. То есть в их деловой культуре бизнес не является соратником по развитию стран. В их деловой культуре бизнес является противником, которого нужно всеми силами, если не уничтожать, то придавливать так, чтобы он ни шагу без разрешения не делал. У меня вот другая мотивация была, ой, простите, ассоциация про дойную корову, по-моему, тоже очень образно. Что депутаты ходят? Ну, с бизнесом. Нет, с бизнесом, что бизнес это у нас дойная корова и источник дополнения бюджета. Про это мы уже говорили. У нас сегодня бизнес находится в состоянии коровы, у которой уже нету в имени молока. То есть, и поэтому то, что доят, уже идет вместе с кровью. Это нужно учитывать. То есть, сегодня у бизнеса такая ситуация. И не только у бизнеса. Ну, посмотрите, не только у бизнеса. Посмотрите, что творится. Я, например, такого количества людей, у которых нет денег, уже давно не видал. Вот видно ситуации, когда начинают опять зеркала ломать у автомобиля, аккумуляторы доставать, радио, эти приставки. То есть, я давно такого, как бы, не видал. Это о чем говорит? Это говорит об увеличении количества бедных. Об увеличении количества людей, которые живут, да, в чертой бедности. Да, это говорит о том, что, ну, а чем больше и чем дольше человек живет в бедности, тем больше он теряет некие моральные тормоза. Азиз Алиевич, я, к сожалению, предлагаю нам сейчас снова прерваться на рекламу. У нас сейчас два рекламных блока в программе. Я напомню, что это особое мнение Азиза Агаева, руководителя аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». Сейчас мы уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же сидит Азиз Агаев, руководитель аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». Пока у нас шла реклама, я нашла на сайте «Ведомостей» эту самую статью. Так вот, согласно данным Росстата, число бедных в России в 2015 году стало максимальным с 2006 года. И составило 19,2 миллиона человек. Пожалуйста, это только подтверждает то, что я сказал, что я давно не видел такого количества людей, нуждающихся, сколько вот в этом году. Соответственно, это сказывается на их поведении. Человек, который нуждается в самом элементарном, он готов на все. Соответственно, ему проще опускаться на дно. Соответственно, значит, он готов будет для того, чтобы забыться, употреблять все, что угодно. Ну, то есть, все не так просто. Все достаточно, достаточно тревожно. Наши с вами коллеги на федеральном эхе недавно обсуждали историю о том, что люди стали массово забирать свои вклады из банков. Это тоже ситуации, которые мы должны учитывать, что эта ситуация очень негативно может сказаться на экономике, потому что, значит, люди сберегающие в конечном итоге влияют на состояние спроса в экономике. Это один момент, то есть, соответственно, вот этот эффект от использования сбережений, значит, он будет стремиться, значит, к нулю, да. А второй эффект, значит, многие банки, которые не входят там в когорту государственных крупнейших банков, они формируют свои пассивы за счет сбережения. Это говорит о том, что мы должны ожидать увеличения количества банков, в которых Центробанк будет отзывать лицензии, потому что они будут переставать отвечать нормативам, установленных Центробанком. Вот люди, которые вас сейчас услышали, наверняка захотят сходить в банк и забрать оттуда свои деньги. Ну, что я могу вам на это сказать? Я и к этому не призываю. Нет, я просто имею в виду, что это такой замкнутый круг, да? Чем больше люди будут забирать деньги из банков, тем хуже будет ситуация. Это результат неправильной политики, опять, я вынужден, повторяю, экономического блока правительства, который, значит, и в том числе подседатель правительства Медведева, которых президент никак не может уволить, в том числе подседатель Центробанка. Это неправильная политика, которую ведут вот эти вот либерал-экономисты во главе нашей страны. Хорошо, скажите, пожалуйста, Азиз Алиевич, а чью позицию из, ну, возможно, федеральных людей, которые формируют повестку дня, вы разделяете? Ну, я по большей части, в очень большой части разделяю позицию Глазьева. Причем конкретно? Ну, у него очень много предложений. Ну, это естественно, для тех, кто не знает. Я думаю, что надо зайти людям в интернет, у него там много статей, прочитать. Я во многих вещах соглашаюсь и придерживаюсь подходов, например, Дмитриевой, Оксаны, депутат Государственного дома. А Кудрин? Кудрин никак. Я, как бы, с ним никогда не был согласен, не поддерживал. Более того, я должен сказать, что за все это время и вот за эти результаты, которые мы имеем на сегодняшний день, отвечает, в том числе и Кудрин. Он всегда был и у власти, и морально был, как бы. А сейчас, может быть, с моей точки зрения, он временно ушел, чтобы потом попытаться триумфально вернуться. Я не знаю, чей это план, но возвращение Кудрин ничего для нашей страны не даст, для нашей экономики. То есть это тот человек, который сделал все, чтобы за тучные годы высоких нефтяных цен в стране не развивалось ничего, в стране не увеличивалась сеть дорог, чтобы дороги у нас лучше не стали. Он сделал все, чтобы промышленность у нас не развивалась и не обновлялась. Он был одним из тех, кто похоронил нормальную нашу систему здравоохранения. Мы сегодня имеем здравоохранение то, что имеем, поэтому для меня Кудрин – это один из разрушителей страны. А разве не его нужно благодарить за формирование резервного фонда, который мы сейчас проедаем? Смотрите, резервный фонд. Конечно, можно сказать, что если бы не Кудрин, у нас не было бы резервного фонда. А можно сказать так, можно было бы создать промышленность такую, которая бы до сих пор генерировала бы те доходы, и нам никакого фонда этого резервного не нужно было бы. То есть у нас был бы такой рост ВВП, у нас была бы такая налоговая база, у нас была бы такая система экономическая, что на все хватало бы денег. То есть его подходы, что деньги в резервный фонд, а налоги будем увеличивать на бизнес, он привел только к стагнации. То есть ситуация стала, смотрите, не хватает денег на пенсии, на бюджетные траты и так далее. Вот тратим резервный фонд. Вот одни говорят, что в 2016-м кончатся эти деньги, как раз сразу после выборов. Видимо, растянут как бы, выборы проведут, а потом скажут, фу, деньги в резервном фонде кончатся. Или кто-то говорил, что в начале 2017-го года кончатся. А если бы был бы не Кудрин, и политика была бы другая, то нам не нужны были бы резервные фонды. Не нужны были бы. Это как кольцо с тремя желаниями. Вот в одной из сказок, да, люди нашли кольцо с тремя желаниями, но оставили на всякий случай, чтобы, ну, когда будет трудное время. А сами трудились, зарабатывали, выращивали там и так далее, и так далее. И так и забыли про это кольцо. Потому что условия были такие, что можно было заработать. Так вот, Кудрин сделал всё, чтобы не было условий для роста страны, для увеличения ВВП страны, для зарабатывания людьми денег. Частью которых они бы поделились с государством. У меня есть ещё одна тема, к вам, у нас осталось с вами пять минут до окончания эфира. Это, собственно, доходы депутатов областного законодательного собрания. Что, Азиас Ильич, посчитаем чужие деньги? Да вот, не очень, люблю, но задавайте вопрос, как бы. Ну, вот мне, как журналисту, любопытно даже не кто, сколько заработал, но и любопытно другое. И вот передо мной сейчас доходы депутатов областного законодательного собрания. Вот я вижу, что возглавляет этот список Александр Волосков. Он гендиректор Мутнинского металлургического завода. 81 миллион. Ну, достойно, заслуженно. Доходы сейчас заработал за прошлый год. Достойно, заслуженно. Есть Константин Гозман с 65 миллионами. Тоже достойно, заслуженно. И есть Сергей Монцемлиц. 28 миллионов. Есть кто еще? Сергей Монцемлиц, директор КЧХК Уралхим. Ну, Уралхим ему положил такую заработную плату. Ну, просто вот эти все суммы, они похожи на правду. То есть мы понимаем, что это действительно состоятельные люди, которые являются либо управленцами очень высокого ранга, либо у них бизнес, они заработали эти деньги. И честно сказали, да, ребята, я заработал в прошлом году 81 миллион рублей. А вот есть прекрасные. Это, значит, я смотрю ниже. Ну, например, вот Валерий Крепоснов в прошлом году заработал 1 миллион 719 тысяч рублей. В то время как супруга его заработала 3 миллиона 712 тысяч рублей. А если... Ну, разница небольшая. Между одним... Между им и супругой, да. Ну, вот давайте для интереса поделим 1 миллион 719 тысяч на 12 месяцев. Получается 143 тысячи 250 рублей. Ну, смотрите, я одну вещь скажу, и вы меня... Я ничего не имею против Валерия Крепоснова, но вот я не верю. Я буду очень-очень аккуратен и коррекен, потому что этих... Этого человека я знаю лично, и... Поэтому я скажу следующее. Ему проекты достойны уважения, но... Смотрите, это доходы этого года. Ну, 15-го, да? Так. Доходы 15-го года. Значит, те проекты, в которые он вкладывает деньги... Вот, какие он вкладывает деньги, откуда, у меня как бы сведений никаких нет. Но никто же не говорит, что он не вкладывает деньги, которые он в 12-м, 13-м, 14-м заработал. Никто не говорит. Ну, попросили декларацию. Я думаю, что проекты, в которые он вложил деньги, они еще, ну, не позволяют, наверное, ему получать... Ну, то есть вы верите, что это настоящая сумма? Давайте посмотрим, что будет в 16-м. Вот уже за налоговую службу работать мне не хочется никак. Пусть думают, если они не верят этим суммам. Вот Дмитрий Русских 2 миллиона 900 тысяч, Сергей Редькин 2 миллиона 500 тысяч. Это крупные бизнесмены. То есть вы хотите сказать, что есть вопросы? То есть вас не мучают сомнения, да, на тему того, реальны это цифры или нет? Мне, когда я вижу такие суммы у крупных предпринимателей, мне немножечко смешно, конечно. Немножечко смешно. Но вопросом, я думаю, что этим задаваться должны налоговые службы. То есть я мне... То есть если есть основания... Смотрите, если они опубликовали эти данные, то я думаю, что они 10 раз подумали, какую сумму. Соответственно, я думаю, что как минимум по документам всё именно так и обстоит. Ну, есть ты Юра, а есть по существу. Ничего не могу сказать по существу, а по некоторым людям даже и не могу. Из соображений как бы этики. Ну, хорошо. Осталась у нас одна минута. Давайте коротко про колесо обозрения на театральной площади. Поддерживаете или нет вы его установку? Вот я говорил уже, что я не поддерживаю. Не поддерживаю? Нет, не поддерживаю. Я хочу сказать, что вот та скорость, с которой этот вопрос решается, как раз говорит о том, что Единая Россия на мнение людей наплевать. То есть можно было бы просто изучить мнение людей и потом в городе принять по этому поводу решение. А решение принято с такой скоростью, что даже, простите, общественные слушания не успели состоять. Когда есть более важные вопросы развития города, они годами не решаются. Годами. А этот вопрос решился буквально, не знаю, в две или три недели, сколько тут, месяц? Ну, мне кажется, что где-то около... Вот вам и деятельность Единой России и главы города, которые на правильность участвуют в Единой России. Пожалуйста, вот это оценка отношений Единой России к населению города. Ну, в общем, я этот спич могу закончить только приглашением всех людей 22 мая на избирательные участки. А зачем? Выразить свою позицию. Так в праймеризе выражать будешь позицию в отношении... В отношении Единой России. Ну а что? В отношении членов Единой России. А какой смысл-то? Вообще, какой смысл в этом? Но там есть, с позволения сказать, и беспартийные участники. Ну ладно, пусть Юля призывает прийти, а я призываю бойкотировать 22 мая. Потому что это бессмысленно. Вот на этом мы заканчиваем. Это особое мнение Азиза Агаева, руководителя аудиторско-конституционной компании «Бизнес Информ». Меня зовут Юлия Афанасьева. Я благодарю вас за эфир. Спасибо, до свидания. Всего доброго и до свидания.